Здравствуйте, дорогие телезрители! Эфир канала «РГВК Дагестан» продолжает программу интервью. Сегодня в гостях у нас народная артистка Дагестана Любовь Данилова. Любовь Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашем проекте. Наконец-то это случилось. Мы часто вас записывали в театральном проекте, и ни разу не было такого формата. Любовь Николаевна, в первую очередь хотела бы вас от имени всех наших телезрителей поздравить с вашим юбилеем, который еще не отмечали, но в узком кругу вы уже отмечали. Здоровья вам пожелать, творческих успехов и всего самого наилучшего. И вот первый вопрос такой. Вы, конечно же, дагестанская народная артистка и дагестанка, но я по секрету знаю, что когда-то юная девушка, вы впервые приехали в Дагестан. Расскажите, пожалуйста, об этом немного, как это было и откуда вы приехали к нам. Много лет назад я училась в Астраханское музыкальное училище. Теперь это, в общем, при консерватории, театральное отделение, которое выпускает артистов драматического театра. И так как я сама астраханка, и при распределении, значит, предлагали места очень далеко. Это Златоуст, там Мурманск и, в общем-то, ближе всех был Дагестан. И так как в Дагестане никогда не хватало молодежи, то тогдашний главный режиссер Михаил Сакчербинович, который сейчас является главным режиссером академического театра в Уфе, вот, он за нами лично приехал на дипломные спектакли, вот, отсмотрел нас и пригласил. Ты, значит, один мальчик не поехал, и мы приехали сюда, две девочки и один парень. Счастливо сложилась и личная жизнь, я так полагаю, забегая вперед. Ну, да, да, можно сказать счастливо, потому что мы полюбили друг друга. Муж мой наполовину аварец Цумадинского района, спортсмен, метр девяносто четыре роста, зависть многих дам, потому как я, имея тоже немаленький рост, могу одевать каблук какой угодно, и я буду смотреть вот так на мужчину. А с какими познакомились? Как-то мы идем на репетиции, обратили внимание, два парня уже, который раз я обратила внимание, идут за нами следом, вот, и, в общем-то, так, тогда очень было все дорого, вот прямо надо сказать, и вот на высоком, на моем муже, да, были джинсы такие, батник, тогда все это покупалось. Он был по последней моде одет. Но даже дело не в этом, потому что потом я только узнала, когда уже мы познакомились, что он служил в Чехословакии и только вот вернулся. Ну, в общем, я обратила внимание, у нее-то как-то ходят, проследили, куда мы ходим, а тогда мы еще работали в старом театре, вот, на... Это вот на месте Кумыкского? На набережной, да, на месте Кумыкского, да, вот где-то год или полтора я поработала там. И потом в один прекрасный момент я смотрю, о, этот мальчик уже здесь. Там что-то подает, да, декорацию. Вот он так устроился монтировщиком. В театр? Да, в театр работают. Чтобы быть ближе к любимой девушке. Да, чтобы быть ближе ко мне. Ну, и как-то так вот так со временем, очень так осторожно, как-то медленно наши отношения развивались, вот. И потом было, ну, в общем-то, нормально, потому что вот самый такой разгар каких-то, какой-то романтики, он на осень выпал. Я очень люблю осень. И вот мы гуляли, да, в парке, там, он меня на руках носил, листья, стихи читали. Потом было такое занятие любимое, ну, две строчки он, две строчки я. В общем-то, так какие-то вот такие... Друга читали. Да-да-да, друг другу читали. И, в общем-то, так я вышла замуж. У вас двое детей, да? Нет, у меня одна дочь. Одна дочка, да. Двое внуков. У меня брат живет в Германии, по Шенгену мне очень легко путешествовать, и не столь накладно, вот так скажем. И я скажу, по составу наше море... Гораздо... Да, да. Я не скажу, что оно там самое плохое, когда говорят, ой, Каспийское море, нет. И даже брат мой, когда вот он... Сейчас они уже объездили, они отдыхали, где только за 21 год жизни в Германии, тем более в Западной Германии, в Баварии, они объездили все, там, в Сушилах были. И они говорят, у вас море просто потрясающее. И теплых деньков у нас очень много, да? Да, да. Большую часть года мы у нас солнечные. Да, солнце, да, хорошо очень, да, здесь. Поэтому... Брат уехал в Германию. У вас случайно нет немецких корней? Или это просто... Нет, брат мой женился на немке. А, понятно. Да, на Павловской немке, Анне Кайзер. И вот они всей семьей уехали. Конечно, это было сначала так как-то, ну, больно. Все, ну, я и сама хотела переехать одно время. Но не получилось. Ну, может, и к лучшему. Ну, да, 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 да. Сейчас уже да. И как встретил театр Любови Николаевны? Ну, вот молодая, красивая актриса с длинной русой косой приехала в Дагестан. Конечно же, были, наверное, главные роли. И как вообще в профессиональном плане? Да, да, ну, было, было. Сразу как вот приезжают молодежь, когда нет, и сразу такой просто вот навал каких-то ролей. Сказки были. Ну, надо сказать, я в сказках мало работаю. Я играла только, ну, там, царевну. Потом коронные мои роли – это лиса, конечно. Снежная королева, феи из Золушки. И вот я сыграла в сказке о царе Салтане острохарактерную роль Свати Бабы Бабарихи. Очень интересная роль, такая особая. Я помню эту роль. Да, 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 вы помните, вы. Вот, и поэтому как-то... А тогда было очень много работы сразу. И надо сказать, что первая взрослая роль – это была как раз Рабинович взял в работу на Алсанну Потапушкину. Была у нас такая пара, Геннадий Иванович Якуем, и Алсанна Потапушкина, заслуженная артистка РСФСР. И он взял на нее Васу Железнову. Второй вариант. Вот там, где... И вот я там должна была играть ее сноху Людмилу. Ну, мы уже начали, приступили к работе, репетировали все. Потом как-то... Ну, что-то Алсанна сказала, я типа того не готова к этой роли. Ну, да, это, наверное, правда. То есть Вас и не было в Русском театре. Да, Вас и не было, да. Но теперь она есть. И Васа Железнова – это ваша роль. Да, да, да. Теперь она есть, конечно. Конечно, это, наверное... Ну, не знаю, может быть... Ну, я не ошибусь, что это мечта, наверное, каждой актрисы. Это какой-то... Ну, не рубеж, но это очень такая профессиональная планка. Уже... Да, по высокому уровню. Вот сыграть Васу Железнову, понять эту женщину, прочувствовать. И более того, чтобы ее понял зритель не так вот, как... Ну, он бы ее понял, что вот она такая вот... Однозначно, да. Нет, конечно. Желсткая, все. Это же не система. Да, не система, да. А то, что она вот... Да, можно любить и так. И когда вот я так сыграла, и потом как посыплюсь... Я даже не знаю, откуда люди узнали мой WhatsApp там. Ну, там какие-то... Они были отзывы, да, хорошие, теплые? Да, они пишут, боже мой, спасибо, спасибо. Я не думала, что можно любить вот так. Жестко, сильно, но любить. И делать все, перешагивать через какие-то вещи во имя любви, во имя семьи. Вы же создали этот образ. Да, мне, кстати, я вот человек, как меня называют, человек солнечный. Да, я много улыбаюсь, я люблю людей. И когда вот Васу Железнову ну, надо сказать, вообще, каждая актриса не любит умирать. На сцене. На сцене, да. Это и есть какие-то, да, такие предрассудки. Вот. Ну вот, и когда с Васой Железновой, когда мне вот такую роль, как говорится, ну вот... Предложили. Да, предложили. Марина Алексеевна Карпачева, с которой я работаю много, в общем-то, плодотворно, да, уже у нас такой тандем. С ней мы понимаем друг друга, да. Вот. Она... Она в меня верит, как режиссер, а я ей доверяю, как актриса. Это очень важно. Вот. Ну и предложили, значит, стали мы читать все. Я думаю, боже, ну как, как, так, что вот тут, ну... Ну фактурно, да, я подхожу там, ростом всем. Потом думаю, вот еще нужно, как какой-то штрих, какую-то краску. Потом я просто репетирую, и уже, наверное, там с 10-й, с 15-й репетиции я сажаю голос жестко на низы. На низы. Ну вот, если вы смотрели, да. Я пример, правда, смотрела, но фрагменты, которые в театре поэзии вы показали, меня впечатлили очень. Я даже не ожидала, что можно вот за секунду так войти в роль. Вот, да, и низы вот такие, и прям народ, вот знаете, там столько подходило потом. Ой, выживаю, так здорово. Боже мой, ну, какой-то голос, откуда это? Такое прям сразу. Вот, оказывается, вот эмоционально как воздействует на людей вот такие какие-то вещи. Да, и в театре поэзии я что обратила? Вы знаете, Хамис, на что обратила внимание? Когда там сидели, и потом люди мне говорили, что вот такие отрывки, я специально подобрала разноплановые отрывки, вот чтобы я была разная, чтобы обычно там актеры, ну, бывают штампы какие-то, чтобы не было этого. Ну, так на самом деле так и получается. Вот, я что обратила внимание, когда вот наша большая сцена, она все это как-то поглощает, а там мы сами почувствовали, выпячивается. Да, мы сами почувствовали с Володей, как это мощно, вот этот отрывок прозвучал там на маленьком, вот на маленьком таком пространстве. Я его почувствовала прям вот органически, я его почувствовала, потому что это камерная сцена. Да, камерная сцена, и вот этот такой плюс был, да. Вот, ну, и потом там еще... Ну, и актерская работа хорошая была. Если бы не было в актерской работе, то, конечно же, этого впечатления не было. Да, актерская работа, да. Я просто, я очень рада, что я осилила эту роль, сделала ее достойно, ну, потому как это такие всегда, как говорят... Знаковые роли, да? Знаковые, да. Нет героя, но тем более это одноименная, в общем-то, пьеса. Да, если нет вас, то какая вас и железного там, да. Да, нет вас и нет спектакля. Да, какая вас и железного, это да. Еще одна работа, тоже с Карпачевой в тандеме, это «Выбирай». Да. Да. Это «Выбирай», это немного сказочная история современного драматурга, и она приезжала к нам, мы ее записывали, было такое дело, но вот тоже интересная работа, тоже жесткая женщина, тут уже от обратного, да, бизнесвумен, она начинает тут становиться человеком, да? Да, становиться человеком, вот судьба подбрасывает ей такие какие-то ситуации, когда раз, она человечная, все, она отдает карточку, она-то звонит, все, вопреки себе, она знает, что это, но пока вот все, ее несет, все, все, я добрая, потом ситуация меняется, все, она опять такая же становится, вот когда она особенно, беги-беги, эту карточку забери, все, иначе там разнесу всю вашу влагодельню, вот, ну и, конечно, то, что последняя сцена с ангелом, вот, когда, когда плачут, я вообще, я люблю нашего зрителя, на Бестанского, Кавказского, потому что они настолько эмоционально, у них вот все эмоции очень близко, и то, что касается мамы, семьи, всего, они моментально, да-да, они моментально, прямо-то реагируют, и когда была Коровкина, вот, на премьере, драматург, да, драматург, она сама, кстати, надо сказать, бывшая актриса, она заслуженная детская, Россия, вот, и Алла была поражена, как стали плакать, когда на последнем, на моем монологе, с ангелом, да-да-да-да, вот, после даже ангела, вот, когда телефонный разговор с мамой, самый последний, мамочка, я доехала, там, она говорит, я вообще, она, она, не ожидала, она, она не ожидала, да, и то, что, да, вот, то, что я так, ну, это просто там даже, она посвятила своей маме эту пьесу, она сказала, а у нас не плачут зрители, и мне очень бы, конечно, это такая моя мечта маленькая, если куда-то мы вывезем этот спектакль, просто вот проверить на, зрителя, да, на зрителя, как вот тамошний зритель будет, потому что мы иногда играем пьесы, вы знаете, у нас в одних местах реакция, а там в других, в других городах, да, в других. Почему интересно? Ну, вот, все по-разному, менталитет. Вот я тоже не могу понять, или ментальность, или что, не знаю, но вот так бывает, мы обратили внимание, да. Еще одна работа, я ее тоже вспомню, последняя, да? А, последняя, да. Ну, надо сказать, последняя у нас был очень хороший ансамбль, да, но я скажу с Мавлетом Данииловичем, работать одно удовольствие, потому что, вот, он, ну, не знаю, вот он настолько какой-то родной, свой человек. Надо сказать, когда Мавлет Даниилович пришел к нам главным. Это 93-й год? да, 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 мы очень обрадовались, потому что мы где-то ровесники, и мы думаем, боже мой, вот пришел молодой, сейчас будем делать что-то, и самое первое, вот это был полоумный журден, тогда нашумевший, нагремевший, все это знают, вот, тогда было просто единение такое, мы вот сидели, коллектива, коллектива, вот, на полоумном журдене, потом, конечно, все в твоих руках, и последние, последние была, в общем-то, работа, но там, конечно, я считаю, были заняты, такие актеры, такой ансамбль, хоть взять там, Геннадия Григорьевича Голубева, Новикова, Виктора Владимировича, это самое, Валентина Михайловна, нашу, это были просто, ну, и молодежь была хорошая, что там, Гать Мирина Курбанова, Леша Тимохин. В русском театре очень мало в последнее время русских, ну, как бы, носителей языка, как я не знаю правильно, называть, да, вот, в основном, ну, это русскоговорящие дагестанцы, это как-то влияет, это делает каким-то особенным ваш театр, или, ну, во всяком случае, я не знаю, вот, я не знаю, что будет лет через 20, ну, потому как сюда, если приезжают, я не знаю, все, наше руководство, администрация делает все для актеров, и снимают квартиры, там, зарплаты, что-то, да, и для режиссеров, но, но не держится здесь. Как-то приезжали ребята, три человека, очень хорошие, они вот приезжают, просто там накатают репертуар за год, за сезон, и уезжают. Они говорят, нам скучно, в том плане, что мы сейчас же играем всего в субботу-воскресенье спектакли, это раньше мы играли каждый день, каждый день, да, вот, а они привыкли, вот, когда человек приехал, он в таком-то, каком-то тренинге, или что, и когда у него еще глаз горит, он хочет работать, и вот так, хотя им дают такие роли, они вот, например, уезжают там за сезон, у них такой репертуар, там классика, который они будут годами ждать в каком-то крупном театре, ну, я, в общем-то, считаю, лучше быть первым на деревне, чем последним в городе. Ну, вы так тоже не скажите, потому что, как бы, в отношении театра говорить о том, что, ну, нет, наверное, это же все-таки провинция, в смысле театральном, это же не географическое понятие, это, ну, у нас очень хороший русский театр, который признанная всемирная. Да, это да, нет, я не к тому, там, ну, просто деревня, это да, географически, это так образно, но вот они, они все грезят сразу работать в Москве, все сразу про Москву думают. Вот эти роли, которые вы играете, вы же как-то душу свою изнашиваете, примеряя вот эти судьбы, да, разных людей, да, вот они как-то помогают в жизни вам? Душа как бы нарабатывает какой-то опыт интересный, вот через роли? Ну, через роли, да, ну, просто это очень сложно жить постоянно чужими судьбами, и очень тяжело, некоторые вот настолько, как актеры, как себя готовят, вот, например, у меня сегодня там, я не знаю, какая-то классика, да, там, дядюшкин сон, там, или вас, или кто, вот с утра люди встают дома, они уже все, входит в роль, да, уже значит, я хожу вот так, я говорю так, я не мельтешу, ничего, я... Натура цельная? Да, натура цельная, несу себя, ну, вот так, так готовятся, многие готовятся просто, например, наоборот, актеру, чтобы хорошо выложиться, ему нужно устать, он там что-то делает, мужчины могут с машинами, там, в машине копаться, женщины какую-то уборку, да, ты отвлекаешься, успокаиваешься, ты устаешь физически, и как... Изматываешь себя, да, изматываешь, и немножко вот этого нерва нет, все как-то немножечко устаканит, когда подустал человек, вот мы устали, мы сели, да, и мы чувствуем, как у нас ноги, руки наливаются, тяжести. И не до игры, надо жить. И не... Да, да, и вот, вот это физическая усталость и вытягивает из нас такую настоящие эмоции. Но вообще у нас есть две школы, школа переживания, представления, вот, некоторые там представляют, вот, как я там, ох, как я страдаю, боже мой, как я страдаю. А переживания, это как бы более честнее? А школа переживания, да, это честная школа. Это я тормошу себя, я не обманываю. Вы заплатили 300 рублей, да, вы плачете, сидите, а как у меня там все плачет, как у меня, у меня все калашматит. Даже если нас журналисты учат, если вы хотите, вот, вы вот начитываете текст, чтобы голос дрогнул, то он должен дрогнуть вас, Абсолютно, абсолютно, да. Это абсолютно так, и потому что я хочу сейчас сказать, сейчас очень зритель умный, умный. Здравый, да, как сказал Тимур Газжевич? Да, здравый, да, и он, он хочет, вот, отвлечься от всех гаджетов, от компьютеров, он пришел в театр, он пришел посмотреть, именно, эмоции, чувства, вот, и надо сказать, у нас малая сцена, она камерная, там буквально, вот, метр или сколько. Дыхание чувствуется, да? Да, там дыхание, там чувствуется все, там вообще нельзя, как говорится, расслабиться, расслабиться, и никакую фальшь, потому что все видят. Вот один момент, там нам рассказывали, просто из театра, вот после «Выбирая», была бабушка со своим внуком, ну, 8 лет мальчику, там, или 10, я не знаю, сколько. Да, это реально, да, реальный случай, вот, и вот мы думаем, дети, они ничего не понимают, нет, и вот они посмотрели, «Выбирай», она потом рассказывала, знакомого, а потом уже мы не передали. И они вышли, и мальчик так взял бабушку за руку, так прям прижался, говорит, бабуль, давай маме позвоним. Вот для этого, вот для этого я трачу свои нервы, для этого я работаю, для этого. Дети вообще не, вот я и на сказках работаю, очень честно, потому что дети, они такой благодарный зритель. И сейчас вот сколько даже многие меня вспоминают там и узнают. Со временем вот ты настолько уже себя чувствуешь хорошо в своем ремесле, вот, как говорят там у нас, плести кружева, вот такой, а еще тем более, когда партнеры с тобой рядом. На одном дыхании работают. дыхании, которые понимают, которые вот ты ему, он тебе. И вот, и тут получается такой спектакль и то, что называют ансамблем творческим. Ну, я вот сижу и еще больше и больше влюбляюсь в вас как в актрису, как в человека, как в талантливого человека. Стараюсь. Стараюсь. Я бы хотела, чтобы вы что-то пожелали нашим всем зрителям в это трудное время, потому что, несмотря ни на что, вы на работе, да, и вы на работе, вы делаете эфиры, такие онлайн эфиры, чтобы театр, ну, не переставал жить. Да, да, да. Мы недавно показали вот Хануму онлайн и получили очень много отзывов таких прекрасных, люди довольны, в общем-то, счастливы. Я что могу сказать в такое время? Конечно, нужно мыть чаще руки, то, что вот говорят врачи. Все рекомендации выполнены? Все рекомендации выполнять, это обязательно. Беречь себя, своих близких, знакомых, ну, всех. И самое главное, мне кажется, не отчаиваться, не унывать, потому что, если взять историю, боже мой, что только не пережили. наша страна, да, люди, ну, и не только наша страна, люди пережили все. И чему, да? Да, да, да. И сообща, вот, я надеюсь, мы и это переживем, да. Я думаю, я очень хочу этого, чтобы снова были на улицах люди, чтобы все как-то, ну, не было такого. Все равно, волей-неволей, у всех какие-то мысли, такое угнетенное состояние, немножечко. Но все равно жизнь, она продолжается, она прекрасна, на улице весна, так что. Вам еще раз желаю творческого вдохновения, всего самого наилучшего и хороших ролей. Спасибо, что вы оповещаете, ну, как это освещаете или как это называть, постоянно ведете репортажи вот с наших репетиционных, бывает, ну, с репетиции, да, с репетиционных точек. Вот. И мы вас все знаем, любим тоже. уже это, да, это немаловажно. А зрители, я вас прошу, любите театр, любите нас так, как мы любим вас и приходите на спектакль. Дорогие зрители, надеюсь, вы этот призыв Любовь Николая Инна Данилова и народной артистки Республики Дагестан услышали и с удовольствием, со временем, думаю, очень скоро пойдете в наши театры. Всего вам доброго, здоровья всем, берегите себя и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова